С хоругвями и молитвами от Кафедрального Успенского собора до Благовещенского храма. В городе воинской славы Козельской и Калужской области прошел традиционный пасхальный крестный ход. Рассказывает Эльвира Гордеева. Колокольным звоном Успенского кафедрального собора в этот день встречали прихожане городских храмов и духовенства Козельской епархии приезд главы Калужской митрополии, митрополита Климента. Владыка прибыл в Козельск для участия в общегородских пасхальных торжествах, божественной литургии и крестном ходе. Митрополиту Клименту сослужили два епархиальных архиерея. Архиепископ Песочинский и Юхновский Максимилиан и епископ Козельский и Людиновский Никита. В кафедральном соборе Козельской в этот день был особенно многолюдно. Для того, чтобы на архиерейскую службу смогли попасть жители самых отдаленных районов епархии, было организовано несколько специальных автобусных рейсов. После литургии и причащения святых христовых тайн участники богослужения прошли крестным ходом по улицам города. В молитвенном шествии с иконами и хоругвями приняли участие духовенство митрополии, воины Козельского гарнизона, представители казачества, прихожане храмов, жители города. Поздравляю всех с радостным праздником Пасхи. Господь еще раз подобил нас присоединиться к этому торжеству, почувствовать близость Бога, любовь Божию. Но очень важно для нас, чтобы мы сохранили вот этот духовный настрой, который приобрели во время Великого Поста, когда готовились к этому светлому дню. Архиепископ Песочинский и Юхновский Максим Илья в Козельском крестном ходе принял участие впервые. Поздравляю всех жителей с этим радостным и бездетверждающим праздником. Праздник особый, потому что он открыл новый путь в вечной жизни. Это связано с тем, что человек здесь на земле только готовится к важному этапу, переходу в вечную жизнь. И предстоит ему экзамен. И вот всю жизнь мы должны готовиться к этому экзамену. За последние несколько лет Пасхальное шествие по улицам Козельска стало одним из крупнейших церковных мероприятий. Традицию его проведения возобновил правящий архиерей, епископ Козельский и Людиновский Никита. Мне очень радостно, что в этот поставленный день в нашем кафедральном благоспаса Иванграде Козельске такое торжество. Я желаю всем, кто будет смотреть эти кадры, радостью о Христе воскрешен. Пусть Господь всегда пребывал в сердцах нас и преподобному Серафиму Саровскому, чтобы мы всегда ощущали вот эту радость воскресения Христова. Христос воскресен. У часовни на площади Героев Козельска Крестный ход остановился. Было причащение Евангелии, святой водой с молитвами о городе и о православных жителях были окреплены все молящиеся. На пути следования к Благовещенскому храму Крестный ход еще дважды делал остановки. А по его окончании епископ Никита поблагодарил мирян и архиереев за участие в соборной молитве и шествии. От Козельской епархии владыка вручил гостям сувенирные пасхальные яйца. Митрополиту Клименту был вручен памятный сувенир от Козельской ракетной дивизии.